Наталья Неравнедушевому человеку И садоводу Валерию Хасимову с благодарностью На учебу и помощь от нас в ваших случаях Поздравления, пожелания, здоровья Повторяю, принимаю Подарки, фотографии Каждый понедельник В каталогах на сайте есть Яблони, Синап Северный и Синап Парловский Сравните их Вы знаете Синап Северный Яблоко небольшое До 100 грамм весом Зеленое Пятнышка красная Обязательно Ну, такое Больше на загар похоже Твердое, как камень Можно разбивать эти Самые Клубы Вот Значит, хранится до следующего урожая Так И вот однажды Кто-то его улучшил Я получил как готовое Назвали его Синап уже не Северный А, кстати, Моростойкость невероятная И Лешка до следующего урожая Это же шутка Это феномен Вот Но не шедевр Это же не розмарин И не медовая Ну, что тут говорить Ну, то она из зимы лежит Кислота срабатывается К весне Вполне приличный вкус А сина Парловски Это Я Происхождение Я не Помню Где-то когда-то Представил, что они родственники Все Зато, когда она выросла Я убедился Что она ярко окрашенная Потом я видел фотографию Справа себе Да Она ярко окрашенная Кто-то ему Добавил Генов Более Даже не культурного Но такое же легкое Кто-то сделал Немножко красивее Все какое Александр Николаевич говорит Кто-то сделал Его красивее На здоровье Вот И тот хорош И тот хорош Ну, получается Что я почти все сказал Ну, провести сейчас фотографии Я замучаюсь искать А вы сами понимаете Тот же северный сенап Сина Парловски Только красивее Так Гречихина Всех благ Так, великое дело Делайте Здоровья вам И вам тоже, Елена Или Лю или я С днем рождения Счастья Ребю успех Ну, все Я весь это самое Вот Неженовго Латинков Было полно персиков А на косточке Большой спрос Вот Ага При всем винограду Кстати Нельзя забывать Латинкова Нельзя забывать Что у него есть Рассуники Вот Нельзя, чтобы Все это Постановилась Как получилось Или почти Получилось Свободно И не только у него Ах Тема грустная Финограда Присоединяюсь Поздравления Здоровья Долго лет жизни Дмитрий Кузнецов Всем привет Константин Днем рождения Желаю крепко Здоровья Расскажите Сколько А как Послушайте Косик Абрик Ну, во-первых На фотографии Уже что-то видно Да Так Мы закончили Я надеюсь Больше ничего Ничего не пишет Тогда мы Возвратимся сюда Будем искать Нет Фотография Ай Время сэкономим Так Сейчас Днем Чего-нибудь Долго искать Или Просто так Ответить Давайте так Давайте так Значит Собрал Переспевшие С дерева Никогда не собираю Вся мякоть Уходит в утиль Уже собрано Больше ста ведер И видно Сколько Уже не хватает Деревья Чтобы По одному Под каждым деревом Ведро мякоть Я про абрикос Итак Значит Выковырили Помыли Утопили Всплывшее Выкинули Потом Снова Помыли По максимуму От этого Чтобы были Практически чистые Потом Положили на просушку Не на волом А так Ровненьким шло Вот На солнце Обычно Хватает Двух дней В тени Три дня На птени Я имею ввиду Дома На подоходнике Еще где-то На столе Три дня Все сухие Потом По банкам Банки Обычно С крышками Крышки Как правило Завернуты Полностью Хранение Вот сейчас у меня Там Если бы подойти Мы будем ходить В холодильник Откроем Там плюс два Так И Все это Хранится Практически Как не заморожено Но как бы Глубокий сон Как бы сказать Еще по другому Здесь такое Как это В реанимации Называется Глубокое Глубокое Это было Это слово В общем Они спят На этом сном Могут проспать Несколько лет Но Идеального хранения Я не знаю Почему Потому что Как получилось Так получилось Мне получилось Так Мне приходилось Вы же знаете Что эксперимента У меня был год Когда запас Был на два года Так И даже еще Оставалось на третий А на второй год У меня У нас же была Авария Дикая Когда Погибли люди Когда Сады Газ Вот Никакого влияния Несения Не было Мороз был Сорок И У меня Ну А смотрите Манжур Соплодносили А крупные Вообще нет А прошлогодние Оставались Я их давай Реализовывать Но Вспоминайте Было честно Ну-ка Вспоминайте Я говорил Что я продаю Прошлогодние Но я гарантировал У меня опыт Практика была Что они Дадут Сходы Не хуже Получилось Следующее Нареканий И так Было Мало А в этот год Когда продавал Только Прошлогодние Нареканий Устало Еще меньше Я подумал А почему Они еще лучше Всходят Чем Свежие Придававые И думал 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 Я всегда Хочу Понять Природу Потом Подумал Им надоело Ждать Солнышко Им надоело Ждать И когда они Лишний год Пролежали Они Сходили С огромной Радостью Вот И никакого Ущерба Не принесли Пробовал Я Третий год Схожесть Есть Чуть Чуть Уступило Но тут Еще и другие Причины Есть Плохой Схожесть Когда нет Дождей Вы можете Посадить Тысячу Штук А получить Десять Еще раз Раз Разошел Разговор Я не могу Просто остановиться Уже другая Казалось бы Тема Вот Уже не Заготовка Косточек А их Пращивание Итак Я если Пращивание Горить не буду Я сейчас Скажу Только Об одном Приходит Весна И высадите Хоть С погреба Хоть С третирования Хоть Не третирования Или должны Взойти Которые Осенью Посадят Их Каким-то Чудом Не съели Мыши Все Казалось бы Прекрасно Но если Весной Не будут Дожди Дождей Сразу Хоть Заполивайтесь Этой самой Колодезной Водой Я это Проходил И проклинал Себя И природу И погоду Вот Если будет Только Полив Артезианской Водой Или глубокой Это Ну то есть Из скважины Даже И просто С этого С колодца Может вода Ничего А именно И скважины Если у вас нет Талой воды Если у вас нет Дождевой воды В бочках Заполивайтесь Не взойдут Шли годы За годом Единственное Что хитрое заключалось В том Что Если уже Косточка Проклюнулась Уже Позади Стимуляции Вот эти Вот самые Статификации Она будет Расти Но если посадили Спящую И до того момента Она в холодильнике После статификации Не проснулась Не дождетесь Не взойдет Будет ждать еще год Но дождется Когда ее Это Разбудит Дождевая вода Ну что Все наверное Заканчиваем разговор Так Где у нас Кевинар Может добавилось Что-нибудь Давайте посмотрим О Продолжаем Ребята Мы еще С вами Повоюем Так Значит я ответил Кузнецову Просушу Костик Так Татьяна У нас в Левясковце Даже ольха стоит Коричево С сушьими листьями Ну вот вы видите Ну ольха-то Если уж С коричевыми листьями Ну Причем тут Этот Помните Как это Интересно Такое выражение Причем тут Милиция Если поросенка Громом Убила Вот так и тут Ну что ты будешь делать А я никто не режет Растет само по себе У меня заболели Даже хвосты Вишни только Вот Я про ольху Не знаю Ольха Вас родная Родная Как бывает Я Понимаете Ну Разговорился я Ну отключайтесь Все До свидания Остались Мы вдвоем Татьяна Отвечаю Татьяне Ленинградской Я еду Поезде Поезд едет Через Тюменскую область Тюменскую область Которую Чуть ли не Это не проклинал Наш Любимый Классик Чехов Очень неприветливый С точки зрения Здорового климата Здорового леса И вот они Зеркала Озера Между двумя озерами Здоровенный Этот лес Одни сплошные березы А лес На редкость Он такой белый Такой красоты Необыкновенной А едем Да летом И мои соседи Красота какая Я говорю Одумайтесь Вы посмотрите Они мертвые Они почему Выделяются Белизной ствол Потому что Листик то нету И только до людей Дошло Стоит полностью Мертвый лес А почему С одной стороны Озеро С другой И наверное В какой то момент Может сезон дождей Помните Свежие Эти По всему В стране По всей стране И у нас И по всему миру Идут ужасные Когда по улицам Плывут Вместо лодок Плывут Брошенные автомобили А в которых Люди еще и Тонут Вместе с ними Вот это дикий ужас Везде дикий Страшный ужас Понимаете Вот Наверное Какой то момент Как они Они росли Росли Выросли Нормальный Березовый лес Им было Свиду лет по 20 Взрослый лес А потом Как я понимаю Где то Однажды Может какой то год Пошли дожди Вода поднялась Сантиметром на 10-20 Там То есть Они остались На сухоте А внизу Внизу Воды А там же Рядом озера Значит там Да вода Это все Было метр Да А стало 80 сантиметров 50 сантиметров Этого хватило Чтобы они погибли А что такое Ленинградская область Да это Тоже самое Тимень Как вспомнишь Ленинград строился На болоте Ленинград строился На болоте Что еще говорить Про Ленинград Вот Ну и получается Так что Совершенно Если уже Где по другому Тогда переначу Если уже даже Ольха Стоит коричневая Засошка То что Что дождать Деревьев Да Те же Вишни Кустовые А вишни Вода Скажу Их угробили Ненавистью К тому Что они Неправильно Их ненавидят Их калечат Их калечат Любя А фактически Они их убивают 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 Вся Европа Уничтожена А когда Я слушал Этого автора Который В съезде На Международной конференции Я сидел в зале Вот И который говорил Вот у нас Вишневые сады Погибли И наша песня Хороша Опять Камикос Опять Манилев И до сих пор Не знают причин Вот Понимаете Надо Для начала Прекратить Калечение Не нужны Вишням Ваша забота Я не говорю Что они останутся Живыми Даже там Может быть Вишня Там вообще Нельзя жить Но Вишня Хотя бы Терпит сырость Потому что Если в Венграде Не вырастить Вишня То зачем Тогда Как говорил Этот самый Мичурин Помните Нам не нужны Города Без садов Такие Города Города Надо сжечь Помните Но в Штенградской области Вишня не вырастет Ну ладно Извините За Пространный ответ Субтитры